сынок мне нужна твоя помощь маму ты не видишь я занят я себя не очень хорошо сегодня чувствую как и вчера как и позавчера я тебе говорил плохо сходи к врачу хватит жаловаться я ходила на прием к доктору помнишь третья областная больница которая недалеко от супермаркета тебе когда лет семь было мы тебе там гланды вырывали и ты так сильно плакал что пришлось купить тебе игрушечного лисенка он нас тогда выручил этот лисенок настоящий герой с ним ты ничего не боялся ты назвал его бобо помнишь носился с ним лет до 16 никуда не хотел идти без него друзья вы боялись врачей в детстве напишите в комментариях каких врачей вы опасались ну либо опасаетесь и почему давайте бояться вместе помнишь да мама ну к чему эти подробности может как-то ближе к сути вечно размусоливаю свою историю на три часа доктор сказал что мне нужно купить лекарство для сердца ты мне не поможешь нет я занят почему ты не купила сразу у меня голова закружилась ясно ясно не продолжай мне от перечисления твоих симптомов самому плохо становится ты купишь мне лекарство да да куплю потом сынок ты уже уходишь да я тебе уже говорил мы с костей сегодня будем смотреть футбол я наверное не услышала а как же таблетки мам может тебе лучше купить слуховой аппарат или таблетки от склероза чтобы ты не забывала что тебе говорю но аптека далеко и я не дойду по такой погоде 21 век мать ну я тебе свой старый телефон зачем отдал закажи онлайн сыночек ты же меня так не научил пользоваться смартфоном я только звонить могу о да ты только звоните можешь по сто раз в день интернет для кого изобрели сейчас минутку вот ну и в чем проблема зайди в google и закажи сыночек а google это что такое это где такое господи ты серьезно я не разбираюсь в этих новых технологиях ты же знаешь ладно такая круглая разноцветная кнопка нашла да кажется ну так нажимай мама господи ой денисочка а тут что-то другое открылось можешь посмотреть нет не могу короче мам я опаздываю это поищи сама там поклацаешь и найдешь ну сыночек мне эти лекарства нужны уже сегодня а мне нужно идти по делам мам ну разберешься ну правда понажимай там все подряд в конце концов найдешь переживаю что не справлюсь справишься ну все и я пошел пока дениска погоди а что мне тебе на ужин приготовить что ты хочешь я хочу чтобы моя мама перестала со мной сюсюкаться но как видишь не всем желанием суждено сбыться ну хоть перекус возьми проголодаешься же хватит мама мне не 10 лет я взрослый перестань вести себя со мной как с ребенком ну ты прикинь этот петук зачет до сих пор не поставил я вообще не понимаю как тебя до сих пор не отчизлили пою денис у тебя телефон звонит у это забей что не возьмешь это мама уже пятый раз наяривает опять какую-то очередную фигню надо ой дениска где у нас горчица ой сыночек я твой носок два раза постирала слушая масло забыла купить ребята вы ничего не забыли например поставить лайк под это видео мне очень нужна ваша поддержка слушай неловко как-то может ответишь она уже должна понять что я не маленький слушай если бы я не взял трубку то моей меня бы уже давно прибили моя мать никогда на меня не кричала у нее было тяжелое детство она росла в детдоме и их за каждый пьем воспитатели палками били ну поэтому она и не повышает на меня голос жесть а сколько и вообще лет 60 ну она родила меня поздно потому что долго боялась заводить детей хотя она неудивительно знаешь если бы я вырос в детдоме то я тоже бы не спешил заводить потомство не самый лучший опыт около это конечно не мое дело но может поговоришь все таки ладно я быстро принесешь пока чипсов не вопрос мама но я же просил тебя не наяривать добрый добрый а это кто я врач скорой помощи ангелине степана не стало плохо что подождите никуда не уезжайте я я сейчас буду мама мама с тобой все в порядке добрый вечер вы сын ангелины степановны да это я что-то случилось где мама так только не нервничайте поступил звонок от ваших соседей вашей матери стало плохо и она потеряла сознание на личной клетке там принципе я не нашли а где она сейчас что с ней ее увезли на скорой а я остался здесь чтобы вы могли подписать заявление об экстренной госпитализации как как она она в критическом состоянии вы знали что у вашей мамы проблемы сердце да она сегодня утром говорила про какие-то таблетки вот эти да наверное она видимо пыталась заказать их в интернете но не успела а эти таблетки критически важны для нее в таком состоянии вообще удивлен как она у вас ходит а как давно нажалуется на здоровье я не помню уже давно а куда ее увезли в третью областную больницу она находится недалеко от недалеко от супермаркета и я знаю постойте если не соседи мы могли попоздать что же на делу доктор ну что там какие новости ангелину степановну доставили в очень тяжелом состоянии и она сейчас находится в отделении реанимации ей срочно необходимо опираться на сердце и я не могу дать какой-либо прогноз но обещаю что мы сделаем все что от нас зависит я могу ее видеть нет сейчас ее готовят к операции и она находится в искусственной коме остается только ждать я буду здесь сколько нужно я могу бы чем-то полезен нет хотя подождите минутку вы же денис верно да когда вашу маму доставили в больницу то она ненадолго пришла в себя она что-то сказала нам мало что удалось понять но она несколько раз повторила ваше имя и дала нам вот это бог бог не переживайте вы уже сделали все возможное остается лишь ждать и и надеяться на лучшее уверен вы были лучшим сыном для своей мамы привет мамочка представляешь тебе всего 65 лет сегодня исполнилось ты такая молодая у меня извини что я так долго я купил твой любимый тортик пришлось конечно по города бежать чтобы его найти но я знаю как ты его любишь знаешь мама я давно хотел тебе сказать мамочка прости меня пожалуйста я вел себя как последний кретин я был отвратительным сыном все это время ведь ты растила меня ты заботилась обо мне ты помогала всю мою жизнь я и не замечал как тяжело тебе это дается знаешь а ведь у меня было самое лучшее детство я на самом деле тоже очень хорошо помню тот день когда мне удаляли гланды и знаешь мам настоящий герой в этой истории далеко не какой-то игрушечный лисенок это ты потому что только благодаря тебе и твоему оптимизму я ничего не боялся я всегда знал что ты будешь рядом и поможешь мне и мне очень жаль что когда тебе нужна была помощь и меня не оказалось рядом я люблю тебя мам с днем рождения мне так жаль что я не успел сказать тебе все это пока ты была еще жива прости меня тебя нет с нами уже пять лет и мне так не хватает тебе мамочка я виню себя за тот день когда так и не успел с тобой попрощаться знаешь я так хочу вернуться в прошлое и хотя бы разок просто поговорить с тобой и когда мне звонить телефон то я каждый раз думаю что это ты и спросишь меня что я хочу на ужин или когда буду дома но к сожалению я больше никогда не услышу твой голос знаешь мама а я все-таки доучился я стал врачом теперь работаю в той самой третьей областной больнице ну что недалеко от супермаркета я не знаю как я а я я я я я я я а